Нас воспитывали так, что платить, добровольно платить налог России, это зашквар. Ты что? Ты что, платишь государству, которое тебя оккупировало? Которое выслало твоего отца, твоего деда? Которое убило 300 тысяч твоего населения? Например, никто не перешел бы на сторону России, разве был шанс победить такую мощную военную машину? Так победили же колориков. В 96-м победили эту мощную военную машину и заставили ее, подписав Касавюртовские соглашения, покинуть нашу территорию. Можно ли считать предателем Джохара Зудаева? Объединен советский генерал был. Получается, он предал армию, он же тоже был гражданином этой страны. Слушайте, глупости вы иногда такие пишите. Какое это предательство? Даже если бы мы с этой точки зрения на это смотрели бы, согласились бы с тем, что вы говорите, что да, он был советским генералом, он человек, значит, даже в этом случае это бы не работало. Так как все на тот момент, когда Джохар приехал в Грозный и стал президентом нашего государства, на тот момент Советский Союз уже все распался, по швам протрещал. Поэтому, ну какое там может быть предательство, даже в этом плане. А так в целом нет, конечно. Даже если бы ничего подобного не было бы, Советский Союз бы не распался, все равно чеченцы находились в Советском Союзе в оккупированном положении. Чеченский народ не вступал в Советский Союз, не становился частью РСФСР по своей воле. Нас тогда военным путем завоевав, присоединили к себе, сделали частью своей территории, своего государства. И нашей задачей, нашей целью было освобождение любыми путями. И это, вот эта ситуация, этот статус-кво, он продолжает существовать и сегодня. И даже если пройдет сто лет, и через сто лет будет другой Джохар, который будет уже не Джохар, а, допустим, Хампаш, и он будет служить в российской армии, и когда у него появится возможность, он придет и восстанет, сразится с Россией, это то, что он должен сделать. Каждый чеченец сегодня должен жить до момента нашего освобождения, он должен воспитывать своих детей в понимании того, что это не наша страна, что мы находимся в состоянии оккупации, что нас силовым путем завоевали, у нас понаставили свои военные базы, посадили к нам своего наместника, из нашего же народа или из другого на тот момент, неважно. И управляют нами в соответствии со своими законами, и держат нас вот в таком рабском положении. И наша задача это освобождение из такого положения. Так было всегда, так нас воспитывали. Об этом могли вот так вот даже не говорить, вот так вот не сажать своих детей и не объяснять им это все, не рассказывать им историю. Но это было понятно просто по каким-то высказываниям, по разговорам старших, допустим, по их поведению, по каким-то героям, по действиям людей. Это было и так понятно. Понимаете, общество, которое живет в состоянии, например, когда в нормальной стране, где граждане являются непокоренными какими-то народами, которым навязали гражданство, дали им паспорта, а вот они действительно являются гражданами этой страны, они рады этому, они сами для себя выбрали, например, этот государственный строй. У этих людей, допустим, возьмем шведов с вами, да, вот Швецию. Здесь, ну, это их страна, это их государство, это их король, это их государственное устройство, монархия, демократия. Это то, что они сами для себя выбрали. И вот у них, они понимают, что все, что делается для этого государства, это все делают они и делается для них. Они знают, что выплачивая налог, здесь очень высокий налог, в Швеции очень высокий налог, один из самых больших в Европе. Но они знают, что этот налог они платят для себя, для своих потомков, для своих отцов, для своих пенсионеров, для своих инвалидов, для своих дорог, инфраструктуры, для каналов, которые они роют, соединяя моря. Они знают, что вот это все глобальное, локальное, все, что они делают, они делают для себя. И поэтому здесь, когда ты не платишь налоги, уход от налогов – это такой зашквар. В шведском обществе уйти от налога, как-то там избежать, обмануть государство – это считается очень недостойным, унизительным поступком. Если швед узнает, что вот кто-то другой его сосед не платит налоги, как-то там какие-то использует схемы, он просто перестанет его уважать. И здесь это очень серьезное преступление. Когда кого-то подозревают в том, что он не платит налоги или там ушел от налогов, к нему приезжает спецназ, у него дома проводят обыск, там его ломают дверь, заскакивают спецназовцы, как будто бы они ловят преступника, террориста вооруженного и особо опасного. Вот так происходит. То есть здесь это очень серьезная проблема, но здесь важно понимание людей, как они на это смотрят. Для них не заплатить налоги – это ну как ты же для себя платишь? Вот так они это понимают, потому что они ассоциируют себя с этим государством. Это для них что-то родное. А вот представьте, у нас было совершенно обратное. Нас воспитывали так, что платить, добровольно платить налог России – это зашквар. Ты что? Ты что платишь государству, которое тебя оккупировало, которое выслало твоего отца, твоего деда, которое убило 300 тысяч твоего населения? Если у тебя есть возможность ему не платить, ты должен не платить. Ты должен найти схему, чтобы уйти от налога. И если ты ушел от налога – респект! Ты красавчик! Понимаешь? Вот так люди у нас хвастаясь друг другу об этом говорили. Ты знаешь, как я наколол государство? И второй говорил – молодец, я тоже так сделал, иншаллах. Вот она разница, понимаете? И это и есть вот этот самый важный определяющий момент, что когда вот так вы народ покоряете, он никогда не будет рад вашему успеху, тому, что вы становитесь сильны, или у вас в каком-то направлении идет развитие. Нет, они никогда не будут этому рады. Мы всегда радовались, когда у России были проблемы, и продолжаем радоваться. Не потому, что мы не любим русских людей или других там людей, населяющих эту страну, а потому, что эта страна, она оккупант на нашей земле. Как только эта несправедливость будет решена, и мы перестанем, как только мы перестанем быть колонией и перейдем в режим двух суверенных государств, и все, этот вопрос тоже будет решен. У нас уже не будет этих настроений. Уже вырастет новое поколение, которое будет возвращено без вот этих вот убеждений. А пока мы будем в таком положении, ходить с российскими паспортами, которые нам выдали, оккупировав нас, а не мы их себе выбрали, не мы захотели быть гражданами России, а Россия захотела, чтобы мы были ее гражданами. Пока будет вот так, у нас будет воспитываться поколение, в котором будет считаться престижно не заплатить налог, не заплатить квартплату, за газ пришла задолженность, есть два варианта, можно заплатить ее, и деньги будут государству. А можно полсуммы дать на лапу, и тебе спишут весь долг, и ты выберешь второй вариант, потому что и выгоднее тебе меньше заплатишь, и государство от тебя ничего не получит, понимаешь? Любые вопросы. Когда в 90-х был криминалитет, и если во всей России просто было модно быть братком, бандюгой, то чеченские вот эти вот криминальные авторитеты, они были не просто бандюгами. Но у нас они были вообще не бандюгами. Для нас это были чуть ли наши воины, мстители, которые мстят государству, оккупировавшему нашу территорию. Государство, которое выслало и погубило 30% нашего населения. Понимаете, как работает эта система? Пока это будет вот так оставаться, ничего не изменится. И пока там в Кремле не поймут, что вот так вот изменить ничего нельзя, это будет продолжаться. И эти восстания, они будут постоянно происходить. И возвращаясь к твоему вопросу по поводу Дудаева. Дудаев, служа в советской армии, он прекрасно знал, для чего он там служит. Не для того, чтобы советская армия была сильнее. Не для этого он там служил. Он там служил для того, чтобы набраться опыта, набраться влияния, чтобы в нужный момент можно было это использовать во благо своего государства, своего народа, своего отечества. И когда у него это появилась возможность, он это сделал. И он, и Масхадов, и другие наши герои, которые так или иначе были вынуждены или оказались в этой советской системе. Как видите, как только у них появилась возможность показать свои истинные лица, они это сделали. И именно поэтому они наши герои. Субтитры создавал DimaTorzok